Друзья, мы на Маврикии. На этом малюсеньком острове посредине Индийского океана сосредоточено удивительно много различных достопримечательностей. И сейчас я вам покажу одну из них. Это водопады Тамарин. Я знал об этих водопадах в джунглях, но так сложилось, что попасть сюда все никак не получалось. Находились локации и дела поважнее и поинтереснее. Но думаю, что там за водопад? На Маврикии полно водопадов. Но водопад чего интересного? А как оказалось, зря я так игнорировал это место. Первый раз я увидел эти водопады с вертолета. Как оказалось, это не просто водопад, а целая система водопадов. Обычно система водопадов Тамарин состоит из семи водопадов. Но говорят, что в период дождей число их может увеличиться до 12. Вид с вертолета был настолько крутой, что я решил, что завтра не буду откладывать и обязательно туда поеду на своей арендованной машине. Одна из важных особенностей этого места, про которую много дискутируют, заключается в том, брать гида, когда идешь на водопад. Или не брать. Итак, забегая вперед, скажу, что гиды мы взяли. Как мы к этому пришли, расскажу чуть позже. Вот наш гид идет впереди. Когда мы взяли гида, он сел прямо к нам в машину и показывал, куда ехать и где остановиться. Мы остановились прямо среди чистого поля, вышли. Поле засеяно какой-то культурой выше человеческого роста, типа тростника. Мы нырнули в какой-то проход и минут 10 по этому полю шуровали. И вдруг оказались в джунглях. Идем в джунгли, поели заметной тропе. Она достаточно крутая. Перебираемся через коряги и камни. И идем так минут 10 и уже слышим шум водопада. И вот мы вышли из джунглей на первую нашу остановку. И вот здесь я осознал еще важную функцию гида. К вопросу о дискуссии. Брать гида или не брать. Наш товарищ знал все. На какой камень встать, чтобы увидеть то, что просто так не увидишь. Какие ракурсы для фото лучше? Все тропы знает. Мы здесь на первой нашей остановке застряли минут на 40. Все 7 водопадов представляют из себя как бы единый каскад. И водопады называют по номерам. Мы вышли, говорю по памяти, по-моему к пятому водопаду. Вниз по течению шли шестой и седьмой. Вверх все остальные. Между водопадами протекает множество ручьев. Некоторые образуют небольшие, а иногда и очень большие озера. И вот тут я начинаю чувствовать, какое это место силы. Здесь я решил расчехлить свой дрон и полетать вокруг. Притащил сюда два дрона. Mavic 2 и Avato. Полетал на обеих. В видео вы увидите кадры с обеих дронов. Сейчас то, что вы видите, снято с Mavic 2. В конце видео будут кадры сняты на FPV-дрон Avato. Как мне кажется, с Avato более интересные кадры получились. Смотрите, какая красота вокруг. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка. 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 размером с большие лужи. Гид показал, что здесь есть рыбы, и на пальцах объяснил, что это рыбы, такие, как в тайских салонах, пятки людям объедают. Говорит, погружайте ноги в воду. И действительно, мы засунули ноги, и тут же стая рыб накинулась на мои пальцы и пятки. Очень приятное ощущение, можно сидеть вечно. Но мы пробыли здесь на второй остановке на маршруте около часа. Я даже рыбы этих поснимал под водой на свою GoPro. И смотрите, вот какие классные кадры получились. А основной прикол этого места в том, что эти рыбы не в аквариуме, а в естественной среде обитания, и мы у них в гостях. Очень крутая остановка получилась, но пора двигаться дальше. Мы на маршруте уже больше двух часов. Сейчас еще покажу вам пару минут подводных съемок этих рыб, потому что такие уникальные кадры с водопадов тамарин вам никто не покажет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы идем к третьей остановке на маршруте по водопадам тамарин. Местами идем по джунглям, отдаляясь от русла реки, местами по камням рядом с водой. Минут через 15 выходим в большому глубокому озеру и высокому красивому водопаду. Этот водопад, если я не ошибаюсь, был номер 3. Здесь я тоже полетал на дроне. А еще здесь можно купаться. Вернее, даже не то, что можно купаться, а просто нужно купаться. Илюха, сын, пошел нырять в водопад. Гид объяснил, что нырять можно чуть ли не с самой высокой верхней точки, а это более 10 метров. Но Илюха нырнул метров с двух. Гид показывает, куда точно нужно падать, чтобы не поломать себе ноги. Купаться можно прямо под струями падающей воды. Это нереально круто. Я когда здесь летал на дроне, увидел, что за водопадом есть проход. И мы решили туда сходить. И вот сейчас вы увидите, что мы там поснимали, уже будучи за водопадом. Я приземляю свой дрон, и мы отправляемся по тропинке за водопад. Я приземляю свой дрон, и я приземляю свой дрон, и я приземляю свою водопаду за водопадом. Мы проходим за водопадом, и сейчас наш путь идет дальше. Мы хотим попасть на самый верх водопада. Пока идем, видим гнезда птиц, которых здесь много. И вот мы на самом верху этого большого водопада. Вот там внизу еле заметно какой-то человечек там появился. Вот внизу это озеро, в котором мы только что купались. Я так думаю, если отсюда прыгать, то это даже выше, чем 10 метров. Забрались наверх водопада. Здесь вот такие озера красивые. Мы идем вдоль озер, хотим через них пройти, и подойти как бы к другой, перейти как бы на другой берег этой речки. Потому что гид объяснил, что оттуда будет красивый вид сверху на водопад. Скачем по камням, перескакиваем в ручьи. Перешли на другой берег. Уже видно, что начинает темнеть. Вот такие красивые озерца здесь. Какая-то живность по поверхности воды плавает. Ну и вот гид показал камень, с которого очень хороший вид открывается. А нам он объясняет, что нам предстоит еще к одному водопаду сходить. Нам нужно ускориться, потому что прямо на глазах начинает темнеть. И остаться ночью в джунглях, такая перспектива ничего приятного не предвещает. Кто-то убился здесь. Подходим к последнему водопаду на нашем пути. Это водопад номер один. И мы видим, что здесь лежит букет цветов свежий. Понимаем, что здесь произошла какая-то трагедия. И гид вдруг нам рассказывает, объясняет, что здесь разбился его брат, который тоже был гидом. Он туристам что-то там показывал. Сорвался вот с этого камня и упал в водопад. И разбился насмерть. При этом рассказывает гид про эту трагедию совершенно таким будничным тоном. Не меняясь в лице. И тут же нам говорит, чтобы мы внимательно смотрели под ноги и держались за ветки деревьев. Друзья, вот я вам и показал одно из, на мой взгляд, самых классных мест на Мавриике. Система водопадов Тамарин. Каскадные водопады. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами был путешествующий стоматолог Цукар Сергей. Да, кстати, если у вас есть какие-то вопросы по этому месту, то пишите ваши комментарии. Я с удовольствием на все комментарии отвечу. Дам какие-то локационные наводки. Все, что вас интересует, можно обсудить в комментариях. Ну а дальше, чтобы вам было не скучно, я под спокойную музыку оставляю кадры красивые этих мест, снятые с дрона. Вы можете продолжить просмотр. А я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok